здравствуйте дорогие зрители моего канала меня зовут дмитрий и сегодня мы с вами посмотрим новая dlc для xcom enemy unknown которая носит название xcom enemy within это игра как сказать обучение нам не надо обучение наверное эта игра развивает enemy unknown по его логическому пути то есть здесь наворочено очень много всяких плюшечек здесь можно модифицировать своих солдат можно отрезать им руки и пришивать металлические имплантанты привет deus x и адам дженсон в том числе здесь можно делать из них огромных киборгов которые будут уничтожать других огромных киборгов инопланетян здесь можно скрещивать днк людей днк инопланетян можно заменять им сердца заменять мышцы и так далее и тому подобное короче все обещает быть очень интересно мы с вами смотрели уже самый первый xcom у for the fans который называлась смотрели с вами xcom enemy unknown и сейчас посмотрим xcom enemy within надеюсь вам понравится я не буду делать прохождение или какого-то еще видео по игре просто сделаем так сказать первый взгляд но если это видео наберет допустим сотню лайков то может быть даже и сделаем мандир какой-нибудь стрим нации был собран и игре он инопланетные угрозы или чтобы согласоваться с проекта xcom вы были избраны на пост руководителя проекта дядька в пиджаке перебивает постоянно стоит возглавить нашу первую и последнюю линию обороны ваши действия окажут влияние на будущее всей планеты призываем вас ни на секунду не забывать об этом удачи командир xcom теперь оранжевый короче по сути это то же самое на меня но он только с блок джеком и блудными девками воу его еще и не слыхать вас отправляют в германию в 19 но это лишь центр я рейнджер мы нашли место крушения слышу вас хорошо есть движение никак нет внизу все тихо ясно садитесь рядом это что то же самое обучение или что-то другое интересно да эти пафосные заставочки ожидают нас в начале каждой миссии их можно пропустить но первое не будем пропускать кто не смотрел наш стрим по новым пускай насладиться да это та самая обучающая миссия уходите с открытого места тот кто это сделал может атаковать и вас да это один у вас впереди куча обломков укройтесь за ней на это самая миссия блин нельзя ее как-нибудь пропустить черт ведь настройки игра давайте от сохранитого поставим ну ладно и тогда сюда красавчик я все из ближней машине дельта 2 теперь вы двигайтесь к обломкам эти обломки дают не лучшую защиту впереди есть место где можно укрыться получше центр вижу движение 30 метров к северу от меня переместитесь к следующей машине там позиция лучше видит он движение короче суть такова и 4 проверьте объект расстояние большое вам будет у игроков бойцов есть шкала из двух очков действия можно эти два очка действия потратить на бег на перемещение можно два очка потратить на стрельбу или же можно пробежать и стрельбу один раз за один год такие дела доктор что он говорит что он говорит помогите радиосигнал идет из точки к северу от текущей позиции отряда судя по мощности сигнала передачи ведется из здания спасибо доктор дельта заходите в это здание и не светитесь помните про укрытие что это на меню центр тут просто море крови можете понять чья это кровь центр похоже я нашел еще одного из разведотряда точнее то что от него осталось бред какой-то не я вроде выбрал уже неделю какая странная смерть мне кажется его как все не взорвало изнутри как будто что-то вырвалось из него сэр наблюдаю объект разрешите приблизиться разрешение это единственное прикрытие между вами и зданием и мы пока не знаем что вас там ожидает что видите прием понятия не имею что это за штука но это не спутник точно вам говорю вас понял отряд дельта здание близко продолжайте движение так теперь пора зайти внутрь дельта 1 перед вами окно загляните туда я на точке все чисто вас понял укройте здание дельта 2 видите дверь впереди выбейте ее все понял бравы ребята дело происходит где-то наверное германии что наш поцик центр вижу цель объект вас зомбированный дельта 2 понял вас не отходить всем занять позиции держите дистанцию доктор попробуйте с ним поговорить вдруг получится скажите чтоб бросил оружие попробую халло халло похоже он шоке не расслабляйтесь не нравится мне все это вообще я могу считать себя фанатом серии x ком дельта 3 хотя у него оружие осторожно ни в одну кроме первого второе и и нами а ноун ну и собственно вот это вот и нами будет им не играл вот вот эти все так сказать не каноничные части не считая 3 3 тоже как как бы каноничная но я не играл не и только из-за того что когда она была популярна у меня был слишком слабый для нее компьютер а там графом а в общем то вот сейчас всех поперебил в общем несмотря на то что я не смотрит не играл в каноничные не каноничные да 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 слушай меня приготовиться к стрельбе все равно я могу считать себя вполне таким фанатом противника перед вами x ком очень долго я хотел сейчас можно даже рассказать не бросил мыслить сейчас они начнут контратаку сделать нормальный ремейк у вас за спиной еще один первая часть или вообще похоже на эту игру 1 надо бить наверняка постарайтесь зайти к этой твари с фланга вот так теперь вы отлично видите цель огонь после того как вышел вот этот enemy unknown как бы потребность в нормальном ремейке игры отпала сама собой потому что это вполне себе годный ремейк который все чисто затрагивает ностальгические нотки старых геймеров которые возвращайтесь назад к рейнджеру и мы очень напролет играли 1 икс ком ну и до сих пор иногда его спускаю конечно вот короче как то вот так так бонус за континент космос и атмосфера стоимость покупки а понятно то есть можно европу или северную америку чему азия южная америка и почему вот эти красные я не понимаю так стоимость покупки сборки и снижения всех самолетов и вооружения снижается на 50 процентов стоимость строительства и снижения лаборатории мастерских снижается на 30 на 50 процентов быть и все проекты линейном цехе школе школе офицера стоит на 50 процентов меньше вскрытие допросы выполняются мгновенно ежемесячное финансирование проекта иском повышается на 30 процентов ну не знаю давайте в америке чтобы подешевле сегодня летим домой никаких национальных чувств патриотизма там это не несет просто холодный расчет в своем стриме по x-com and we unknown я поставил базу в европе что это за существа понятия не имею но они чуть не угробили отряд наших лучших бойцов ладно я пойду начальство ждет в управление их технологии намного превосходят наши даду кто значит доктор нам ой пропустит добро пожаловать на пэкском ну я офицер управления бредфорд у меня две задачи контролировать полевые операции они по сути ничего нового не говорят того чего не было лишний раз не отвлекать чтобы вы могли сосредоточиться на так уж и важно о чем кстати в казармах есть солдат который ждет повышение это как раз по вашей части спасибо что напомнили полковник или как там вас командиру x-com просьба шеф вас ждет солдат вооружение спас от него решение тебя за отряда дельта живым вернулся только один боец я бы посоветовал его повысить о как известно каждый солдат уникален этот человек на работать с тяжелым вооружением по мере того как он будет набирать боевой опыт ему стоит и дальше развиваться в этом направлении теперь кроме обычного оружия у этого бойца появится гранатомет думаю пришел задрал уже все знают господи боже мой шеф доктор лаборатории там похоже что-то важное командиру x-com просьба прибыть добрый день что у вас рвается глава исследовательского отдела все научные разработки которые нужны проекту x-com делаем мы мы уже занимаемся инопланетными предметами походу у тебя из сколково планшет жирный так давайте начнем проект по материалу шерстку командиру x-com враг испытывает нас на прочность шеф пришли сообщения о двух нападениях в разных странах понятно нужно короче в китае 200 долларов дадут или 4 ученых если мы канзас сити давайте канзас сити принято бойцы уже ждут вас в ангаре мне один всего боятся отправляя бойцов на задание вы можете выбрать кто войдет состав отряда я взял на себя смелость вызвать нашего ветерана его боевой опыт пригодится остальным ничего нет совершенно ребят изменить что можно ничего не за ними практически тяжеловес когда ему можно изменить да тоже ничего особенного нет хорошо начинаем операцию сейчас сделаем боевое крещение всем один всем поцикам и тёлочкам бою да и себе сделаем боевое крещение потому что я не умею совершенно пусть боец который находится ближе к зданию заглянет туда потом начинайте движение оу факт еще одно обучение так тимпе не открывайте дверь тихо чтобы себя не обнаружить теперь ищите укрытие внутри на геймпаде как-то удобнее мне кажется играть посмотрите как туда можно подняться ну что я прошел на меня но у на саньки задела и как-то привык к геймпадному управлению выдвигайтесь сторону противника займите укрытие без команды не стрелять на уж походу мы с вами не увидим сегодня ничего из нами вот им все эти расхваленные мною только что фишечки конечно же скорее всего будут дальше по игре хотя кто знает сейчас мы посмотрим вот эту вот долбанную обучающую миссию стреляй мать твою стреляй так подожди ладно понял вас тупое обучение не знаю что иначе пожалуйста стреляем мать твою передаю командование взводом командиру x кома с какой-то я остаюсь на связи буду давать советы по мере необходимости вошел и ваша броня выдержит только пару выстрелов из их оружия будьте начеку удачи поняла чё там поняла-то объясню сейчас по каким причинам я не буду делать вот спой по этой игре а поиграю в неё только для своего собственного удовольствия просто здесь самый смак самый сок этой игры раскрывается на сложном уровне сложности то есть пришельцев будут будут какие-то интересные тактики там и так далее ну а у сложный уровень сложности как бы подразумевает под собой множество переигрываний то есть сохраняешься каждый ход и пытаешься сделать правильно потому что каждый солдат на счету такие дела смотреть все это умирают 200 раз по 1 на каждой миссии вам никакого интереса нет если даже вам было бы интересно смотри как и страдают нашего ветерана в два счета снесет укрытие пришельцев а если я думаю мне было бы очень сложно но если он только не промажет не будет очень сложно все это дело комментировать раз за разом умирая что придумывать что-то и говорить постоянно это игру лучше всего поиграть вечером после работы молча наслаждаясь тактическими всякими приколюхами и так далее так мы походу она не способна будет сейчас кого-то стрелять это обучающая миссия здесь все по скрипту еще один раз и вам конец оставайтесь в укрытии я уже очень сильно подряд了 как она подряд пришла еще 6 с умирая сколько парит заняем готов он ума все durante навсегда в недр like search мы должны выгодли работ וט все вылазь у блюдо вау спокойно у них очень мощное оружие осторожно цельтесь осторожней у вас всего один выстрел не достал вы молодцы штурм 1 понятно в общем сюда обучалки долбаные тупые но ладно я не против штурмовики наш авангард они первыми бросаются на врагах последними отступают мы приступим к работе кого трубосектоиды и фрагмент шер мы получили сообщение от совета я рад при так новое здание лаборатория мы можем построить 4 ази тревоги паника возросла совет понимает что вы приняли верное решение друг в нашем оперативном штабе мы постоянно отслеживаем обстановку в странах входящих совет страна в которой уровень паники достигнет критического выйдет из совета и лишит нас финансирования и другой поддержки разумеется насколько совет доверяет проекту xcom можно увидеть на шкале над главным экраном инженеры называют ее шкалой судьбы командир китай нужно построить свой спутник доктор вален говорит что исследования продвигаются но ей нужно еще какое-то время да и нам есть чем заняться наконец-то заработала спутниковая сеть и мы готовы начать сканирование воздушного пространства на это уйдет несколько дней окей молодцы сканируем чертежи на на волоконного жилета начать но если закончили работу над проектом и теперь моему отделу совершенно нечем готовы сейчас тебе все инженеры ждут ваши команды чтобы начать так отключены для режима обучения ладно ксенобиологии инженерный отдел нам сейчас предложат собрать комплект на набрание произвести 5 штук мы командируем с кольцом просьба прибыть в казармы повторяю горжевое оружие из инженерного отдела отправляют в оружейную тяжелая пихота понятно что если должен сделать ничего мать то выберите одного из бойцов хорошо выбрал выберите оснащение выбрал осколочный град возьмите шкафчик на набране все понял она броня это такая штука шеф совет хочется поговорить да сколько можно разговаривать давайте уже на манере этим наши источники докладывают что пришельцы переносят и распространяют в местах скопления жителей неизвестную субстанцию разузнайте оба фикаре им будет идти действие и матча инопланятия подробные указания последует неизвестная субстанция я не помню чтобы это было в оригинальной игре неизвестная субстанция и ведь не отвертишься что нам нужно изучать неизвестную субстанцию согласно последним данным методы пришельцев заменились они по-прежнему поищать ли но теперь как сообщает очевидцы отставляют после какой-то странное вещество нейтрализуйте противника постарайтесь добыть образец этого вещества в оригинальной игре этого не было прекрасно это круто от вас хороших новостей а почему четверо хорошо на четверо летим сетки штурмодит задание следующая операция пройдет в да насрать этот объект отличается от прочих очевидно это другой тип ракеты не похожий на те что пришельцы сохраним на ух ты а это только что было используя для похищения людей необходимо захватить этот объект нахватывая защитную капсулу скорее всего она оборудована механизмом самоуничтожения как все прочие устройства пришельцев но наверное этот механизм уже отключен командир разведка сообщает о вражеской активности в этой зоне пора убивать стайм тут киев мода фокар все в боевую готовность да для себя я буду определенно играть на геймпаде потому что намного все быстрее и удобнее производится игра собрать 10 состава в исследуемой зоне могут быть еще контейнеры чем больше мы их отыщем тем больше сможем узнать об их содержимом на киевое устройство которое вы найдете может содержать механизм самоуничтожения будьте осторожны да уж будем я пошла не беспокойтесь мать вашу тут становится жарковато указывают что механизм самоуничтожения в ином не поврежден и активен извлеките его пока не рвануло в смысле пять ходов осталось и подушка так вы в обход здесь никого не будет страшного следую к указанным координатам шмаляй молодца ура красавчик ухо мимо ха 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 русские не сдаются так как следующий боец на тап окей подружка давай ты зайдешь вот сюда а потом будешь херачить вот этого ублюдка да мать твою дергается еще да ты еще дергаешься вот овцы я честь гранатомета шмалять надо только чтобы вы убили кого-нибудь сплошные тёлки собирая состав отличная работа командир теперь у нас есть образец субстанции для проведения анализов а есть кого стрелять клево я его и не видел о чёрт он не сдохнет есть выполняю как же так эм эм ну да в тактике сечешь братан чем выше тем удобнее стрелять кто-то кто-то умер мать твою так давай ты гранату швырнешь где тут уродицы вот здесь где-то да опа ты же не промажешь ееее хе-хе-хе это было круто так хорошо иду на позицию а вот и они ну я его как бы уже видел так что можешь не прятаться красавчик все равно тебе достану урон налевой ну это потому что ты косым направляюсь на точку с дробовика конечно не шибко-то умно вот это плохо ну ладно так по-моему кто-то паника и оборона хм вот этого не было обозначения а в прошлый раз как мне кажется слушаюсь херач да что нужно срочно пополнить запас не может быть не может быть у тебя придурок ладно поехали есть еще кто-нибудь походу никого хорошо что они такие же косые как и я мне кажется что время стрельнуть из опыта ракета хе-хе да детка это еще не все еще где то есть товарищи пришельцы интересно там там двигаюсь к точке выполняем так окей направляюсь на точку крысы вот он ублюдок насрал говню долбан так давай ты куда-нибудь спрячься сюда например куда то что вы вы готовность у тебя значит а у меня есть для тебя граната правда не докинет его ее моя подруга ясно ничего опа пападос ну он косой ха-ха-ха ахахаха лошара а теперь граната не дотягивается черт ну ладно придется вести огонь мимо кто бы мог подумать мать твою что ты промажешь я мог я пошла молодец попала так тебе нужно перезарет я готов а теперь тебя может попасть моя граната мать твои ублюдок иди сюда красавчик отлично собрали образцы непонятной херни это круто снайперы работают на огромных дистанциях могут наносить очень серьезный урон вот только в ближнем бою без тренировок они беспомощны новые вещества поистине поистине замечательно невидимы что пришельцы решили поиски всего здесь человеческую технологию если мы сумеем использовать его в своих целях то пришельцев будет считать очень интересный сюрприз мы видим все да что ты шеф хорошие новости совет расщедрился и подарил нам спутник здорово в китай запуск спутника в китай да запустить запуск мать твою потому что они вас нас возненавидят и собственно требуется дополнительный модуль что это я хочу мать твою ладно уже не цель что происходит все еще обучение с жизнью наших бойцов только ради того чтобы взять эту тварь живой боюсь что да понятно нам нужно нужно создать изолятор командируй экскому просьба прибыть в инженерное давайте создадим изолятор постройки начали работу молодцы лаборатория новый проект дугомет приоритет обычный проект а то есть это оглушал давайте оглушалку просьба прибыть в центр управления командиру шеф в радиоэфире повсюду говорят об НЛО которые крутятся в пределах покрытия наших спутников нужно как можно скорее начать сканирование ах короче понятно не дай вошел в зону спутникового покрытия это хорошо похоже новый спутник себя оправдывает мы засекли быстрый неопознанный объект может успеем его спить если отправим за ним перехватчик первый взгляд практически не покрыл собой какие-то нововведения которые в этой части игры но тем не менее мы видим что с самого начала уже какие-то новые штуки появляются письма бей хера что козла молодцы ликера молодцы понятно а выслать выслать рейнджера ну и собственно начать давайте сейчас Сейчас вот эту миссию еще посмотрим, пройдем, и мы будем завершать. Первый взгляд и так затянулось, практически 40 минут. Сохранить. О, можно состав собирать. Клево. Хм, интересно. Состав это, видимо, что-то такое для генетической модификации солдат. Клево по курсу. Они могут оказать сопротивление, а мы даже не знаем, сколько лунатиков было на борту. Не знаю, что с какой лунатиков было. Так, ну, я думаю, что стоит быстренько подойти к этому всему делу, пока не рвануло, да? Пулеметчик у нас, так, парень такой, бронированный. По крайней мере, более бронированный, чем вся остальная ребята, поэтому он бежит вперед без заглядки, так сказать. Хорошо. Снайпер у нас не может стрелять, если он бегает из своей снайперской винтовочки, да? Приказ получен командир. Потом будет у него, конечно же, умение, чтобы стрелять с снайперской винтовкой после того, как он сделал ход. Ну, по ходу... Ага. Он сейчас его контролирует, его разум. Это дает ему еще одно дополнительное очко жизни и повышает меткость. Ну, конечно, это незаметно сейчас. Так, давайте снайпер развивать будем. Пусть. Херачит, красотка. Давай. Да уж. Ай-кью тебя нулевой, дура, блин. Ну... Факинг шит, в молоко. Хорошо, давай ты соберешь что-то, вот, дрянь. А потом будешь в полном дядечке стрелять. Хорошо, давай тогда сделаем по-другому. Выдвигаюсь. Задаем вот сюда. На корабле не царапины. Похоже, отдельные элементы защищает энергетический барьер. Надо найти в нем брешь. Твою мать. Какие же у себя косы. Давай ветеран, покажи, на что ты способен. Ну, крушить горы, это круто, конечно. По-моему, сейчас все умру. Давай, что ты будешь делать? Уничтожать моих косы. А ты кого-то лучше стреляешь, дура, блин. Снайпер. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Вот, молодец. Умничка. Другое дело, теперь ты реально снайпер. Ух ты. Страшная штука. Я представить не могла, что такое бывает. Сейчас разберемся с ним. И вы познакомитесь поближе. Разберемся. Главное, попасть в него. Ну, вроде как попало. Даже молодец. Давай, херачим. Бам. Конечно. Корректируй огонь. Да. Черт. Пролохнулась. Вы такие косоглазые, ублюдки. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке. Сейчас тебя добьют. Отлично. Я хочу домой. Опа. Паника. Это здорово. Опа. Один только запаниковал. Да? Это хорошо, на самом деле. Так. Давай как-то сюда. Вижу лунатиков. О, еще целая куча. Хм. Не реально сейчас все сдохнут, мне кажется. Так. Где он? Здесь где-то, да? Ясно. Ясно. Да, братан. Надо тылы сначала обезопасить. А потом уже. Да чтоб тебя. Я пустой. Зараза. Голова у тебя пустая. Зараза. Я под обстрелом. Хорошо, что они тоже пустые все. О! Напоминает перестрелку в Counter Strike, когда два бойца не могут друг другу в упор попасть. А! я готов перезарядка перезарядка давай ты в него попадешь на упор с дробовиками твой так тебя есть выбор да парень люди от парень или он тот парень и удают парень давай вот это это невероятно он просто взял и исчез ты что какой ужас так ребят наступаем нужно этих двоих уничтожить попал таки до страницы а гранаты над головой не свистели давай стреляем они реабилитируются просто на глазах молодец отлично окей отлично 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 всего лишь один труп конечно неприятно но тем не менее так графическая метка при стрельбе и огне давление увеличивает меткость союзник атакующих те же цели если первое действие обычный выстрел за оружие ход не заканчивается давайте вот это мне всегда нравилось это штука продолжить пора от вас видеть я хотел бы поговорить с вами о наших перехватчиках что очень важно чтобы несколько машин постоянно находились в боевой готовности и ждали появления пришельцев в боях с чужими возможны потери я уже на тренинге что даже целая эскадрилья перехватчиков не поможет если не знать где находится враг чтобы мы смогли видеть пришельцев в любой точке планеты придется расширить спутниковое покрытие если вам понадобится больше ну окей понятно вас данных xcom содержит основной информации в игре и игровом мире открыть базу данного момент во время бла-бла-бла короче как то вот так что у нас с лабораторией дней остался короче как-то так вот мы с вами и сделали первый взгляд по иском ничего нового практически не увидели но зато какой-то тут новый состав есть мне интересно я конечно буду играть в него для себя проходить на сложном уровне сложности если еще раз повторюсь соберет энное количество лайков это видео то и сделаем как сказать не знаю может быть стрим может быть вот сплей может быть просто я сделаю видео которое будет описывать все-таки вот но но новые штуки и фишки и так далее и тому подобное вот собственно и все спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось с вами был дмитрий всем пока пока